МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководит собственной консультацией, практикует индивидуальную, групповую и семейную терапию. Михаил Александрович, люди имеют обыкновение с большей охотой верить в то, что они либо испытали сами, или в то, что испытал кто-то другой. Поскольку мы с вами сегодня говорим о любви, вы любовь испытали в своей жизни? Ну, когда я выздоровел, я понял, что, видимо, нет. Потому что я, как и большинство невротиков, имел любовь уровнем переживаний. Большинство людей так считает. Если вы девушку спросите какую-нибудь, там, вот ты любила, говорит, да, вот мне прям такая любовь была человеческая. Это означает, что она прямо рыдала, пять лет не могла в себя прийти, отходила, впала в депрессию, ей было тяжело, она прямо жить без нее не могла и бла-бла-бла. Но я мальчик, у меня, видимо, переживания по-другому происходили, но я как бы не был счастлив. У меня были тяжелые отношения, и я, как уже сказал, как большинство людей невротического склада, считал, что чем больше переживаний, страданий, вот тем как бы глубже чувства. Когда я выздоровел, я понял, что это вообще ничего общего не имеет с любовью здоровой. И как я люблю пошутить в разных интервью. Первая любовь, с которой я столкнулся, был кот, который я подобрал на улице, потому что у меня с ним здоровые отношения. Потому что, в принципе, вы любите собак. Да, потому что я люблю собак, но тут какая-то уже другая история, тоже когда-то здоровый психически, у тебя вообще другое отношение к жизни. Ты не веришь мир на кошек и собак, а еще на породистых и беспородных. Я просто шел домой, он у меня такой двухмесячный, около двери сидел, а дома у меня и подъезд с кодом, туда нельзя просто попасть. Я понял, что это просто судьба. Взял этого блохастого, и вот уже 4 года живем душа в душу. У меня очень изменились отношения, например, с ребенком. Потому что, можно сказать о любви в широком смысле, да? Я был не самым лучшим отцом, это еще мягко сказано. Самое тяжелое я не принимал ребенка таким, какой он есть. Всем что-то от него хотел, и всем был всем недоволен. При этом про себя я считал, что я прямо обожаю. А ребенок так, я думаю, не считал, потому что все люди. А любовь воспринимает как то, что их принимает такими, как они есть, и не пытается переделать. И когда меня отпустило, я стал относиться к ребенку, как к человеку, который вот такой, и я это принимаю, и я люблю ребенка таким, какой он есть. Единственное, у меня, видимо, старые пережитки остались. Я дочь сцепляю периодически, а то, что она с ними волосы красит в разные цвета, и меня это напрягает. Это такие пережитки. Ну, хочу сказать, дай бог, чтобы это была самая большая проблема, да, между родителями и детьми. То, что касается женщин, я вообще не могу сказать ничего, потому что то, что было, я не считаю нормальными здоровыми отношениями, а других у меня просто еще не было. Но поживем и видим. Нормальная здоровая любовь – это та любовь, когда принимаешь человека таковым, какой он есть? Помимо этого, это для того человека очень важно. Здоровая любовь, когда она тебе приносит радость, счастье, удовольствие, тебе хорошо. Она созидательна. Она, да, она позитивна, она созидательна. Люди что-то друг от друга принимают, становятся сами лучше и так далее. Но я не думаю, что я один такой странный, который прожил столько лет в таких ненормальных отношениях. Я думаю, таких очень много. Теперь, наверное, надо раскрыть, почему так происходит, да? У меня есть такие любимые, не знаю, поговорки собственного сочинения, и одна из них прямо тянет на хит. Что любовь – это переживание детских эмоций и больше ничего. Конец рассказа. Это на самом деле правда. То есть вы можете говорить, что любовь, Михаил, ну что вы, это внимание, это вы отдаете что-то человеку и так дальше, но это какие-то вещи рациональные. А вот то, что вы чувствуете, да, любовь все-таки это же эмоция, это абсолютно воспроизведение детских переживаний. То есть в детстве в человека закладывается понимание его взрослых отношений, его любви и закладывается это родителями? А отношениями с родителями. Ну, например, возьмем меня. У меня уже нет родителей давно, но когда они были живы, у меня были очень непростые отношения с мамой, потому что мама, ну, наверное, любила меня по-своему, но была при этом человеком достаточно тяжелым и достаточно жестким. И я, как любой ребенок, особенно в совсем таком детском возрасте, ну, скажем, 3 года, 5 лет, да, естественно, тянулся к маме, потому что я маму любил, а мама не всегда была в духе. Она могла и по заднице дать, она могла и наорать, и ты когда подходишь, ты вообще не очень понимаешь, что тебя ожидает. И я думаю, что таких тоже большинство семей в России. Так вот, сама эта ситуация первая, что ты любишь маму, но она ведет себя эмоционально непредсказуемо, хотя она, конечно, по-своему любит меня, но у нее вот такое настроение, у нее сейчас такое состояние. Ей сейчас плохо самой. Когда я вырос и сам стал с большими тараканами в угла, я стал понимать, что моя мама, она тоже не виновата, что у нее свое было детство, голодное, военное и так дальше. Это бесконечная история. Она практически без родителей росла, отец ее в тюрьме сидел в 30-е годы. И она сама еще кормила мою бабку, то есть свою мать. Все это понимаю. Но что дальше произошло? Когда я вырос, первое, чем я столкнулся, если мне девчонка нравится, я уже чувствую неприятный осадок. То есть то, что люди называют влюбленностью, меня лично вызывало негативные эмоции ровно по этой причине. Потому что я не знаю, что дальше будет и что от этого ожидать. То есть я, как психолог, анализирую свои поведения, понимаю, что это очень похоже на те ощущения, которые были в детстве. И второе, что вот эти, так называемые, непростые отношения, что все прям очень сложно, это, собственно, есть любовь. То же другое-то я же не видел. Я же родился там, где я родился, в такой семье, с такими отношениями. Понятно, что другой опыта у меня не было. И так, собственно, проходили мои отношения. Взрослые люди, особенно вот даже не взрослые, а мудрые люди, говорят, что любви как таковой нет. Есть уважение, взаимопонимание, какие-то очень теплые человеческие чувства. С точки зрения психологии это правильно? Да нет, конечно, любовь есть. Психология описывает разные стадии любви, разные периоды любви. Можно к этому как угодно относиться. Но я что хочу сказать. Любовь – это естественная потребность эмоционального человека, который у него возникает, когда он рождается на свет, а может даже еще и в утробе. Сейчас, кстати, последнее десятилетие очень развивается внутриутробный период, потому что во времена Фрейда не было просто инструментария. Нельзя было понять поведение или эмоции плода, например. Да, сейчас это все становится доступнее. И когда ребенок рождается, у него абсолютно животные привязаны к матери. Ну, просто она носит абсолютно биологический характер. Два слова про отцов. Покойный Спок писал, что если вы хотите, чтобы ваш муж занимался вашим ребенком, то прямо по выходе из роддома дайте ему ребенка на руки, а сами идите занимайтесь своими делами. Почему? Отцы чем больше вкладывают времени и сил в ребенка, тем больше к нему привязываются. У отцов они же не рожали. Какая-то прямо пропорциональная от времени зависимость. Да, и от потраченных сил и времени на ребенка. Они не рожали, они не вынашивали, поэтому у них чувство к ребенку возникает в связи с тем, что они что-то с ним делают. Сколько он в него вложил? Сколько он вложил? Сколько он потратил время? У всех же людей есть выбор, да? Ну, у нас в России, как очень часто отцы говорят, я тут вас кормлю, я деньги зарабатываю. Это же тоже его выбор, да? Но если хочешь иметь детей, ты можешь сначала заработаешь, потом начнешь детей делать. Короче, я другое хочу сказать. Спок правильно сказал. Когда отец сразу получает прямо в роддоме ребенка, да? А дальше, ну, я не знаю, мама устала, вот она ночью хочет спать. Он начинает подходить к ребенку ночью. Говорит, я боюсь однокупать. Давай купать ребенку вместе. А сейчас вообще я готовлю еду, иди с ним погулять. Вот чем больше он это делает, тем больше он ребенка любит. Потому что он тратит на это свои силы. У него примерно такая же любовь, как и женщине получается. Чем больше он вкладывает, тем она ему дороже, говоря по-русски. Можно научиться любить? Да. Более того, я как психолог очень часто этим и занимаюсь. Почему? Я сталкиваюсь с пациентами, у которых напрочь подавленная эмоциональная сфера, вообще просто подавленная. И второй вариант, она у них не развита. Но здесь одна сложность. Когда не развита, человек, как правило, не обращается к психологу с такой проблемой, потому что у него нет проблемы. То, что вы говорите. Что вот он говорит, любви нету, есть какие-то вещи там. Мне с человеком удобно, комфортно, я к нему привык и так далее. Но любовь это не рациональная история. Вы не можете ее мерить такими вещами, как вам удобно или вам комфортно. Это абсолютно сначала очень часто бывает взрыв эмоций, то, что называется влюбленностью, который какой-то период длится, потом, естественно, затихает. Это на простадии уже любви говорит. Я сам не специалист по стадиям, вообще очень скептически отношусь к городскому. А потом у людей есть такая, ну, как сказать, любовь это любовь. Тоже как родители в каком-то смысле. У тебя есть потребность с этим человеком находиться, быть с ним и так далее. То есть все, что ребенок вкладывает, например, в родителей, в каком-то смысле можно перенести и на любовь между взрослыми людьми. То есть тебе надо, чтобы он у тебя был этот человек. Не то, чтобы без него жить не было, ты скучаешь без него. Как ты скучаешь без мамы и папы. Ты хочешь с ним общаться, ты хочешь с ним разговаривать, ты хочешь быть с ним близким человеком. Даже ревность, которая существует, она также существует у детей. Когда, скажем, у младшего ребенка, у старшего ребенка рождается младший брат или сестра, а особенности разницы больше пяти лет, там реальная ревность. А за что ревность? За внимание родителей, за что же еще? Ну, точно так же ты относишься к своему мужу или жене и испытываешь те же чувства. Тут очень много вот этих детских самых историй. Ревность все-таки от любви? Нет, ревность от неуверенности. В семьях, где родители не делают таких косяков, они не говорят старшему ребенку, что он старший, что он взрослый и что должен уступить, они не перекашивают время, потраченное на детей, в пользу младшего, с криком «Он же младший». Вот тогда ревность возникает. Если старший ребенок, например, знает, что родители ему принадлежат 100%, и что нет никакой разницы, хоть еще 10 человек родиться, он не будет ущемлен в любви родителей. У него нет ревности, когда он встречается с уже будущим взрослым, с мужчиной или женщиной. Понимаете? То есть ревность не от любви, а от неуверенности. Мы с вами начинаем говорить про любовь между мужчиной и женщиной, и все равно неизменно уходим в отношения родителей и детей. Это именно потому, что любовь именно там берет начало? А по-другому никак. Более того, даже если человек из детского дома, предположим, у него все есть какие-то взрослые, какие-то люди, которые он был привязан. Возьмем такую интересную вещь, как либидо, то есть влечение. Никто не может сформулировать, почему этот нравится, этот не нравится. Потом, если заниматься анализом, постфактом, кто-то что-то может сказать. Но это фигня полная. На самом деле, хочешь, что человек или нет, занимает примерно 15 секунд у девочек и 7 секунд у мальчиков. Что это такое? Это некая интуитивная, бессознательная вещь, которая вдруг вот этот человек там тебе нравится, он тебя цепляет. Но если разобраться, то влечение происходит только потому, что первое, он вызывает у тебя хоть какую-то ассоциацию с детства. Вот я хочу сразу, чтобы наши зрители понимали, например, такую вещь. Если вы кому-то не нравитесь, даже не дергайтесь. Вы просто не похожи на его маму или папу. Не потому, что вы полный урод и дебил. Не потому, что что-то у вас не так. А вы просто у человека, который нравится вам, не вызываете никаких детских ассоциаций. Вы для него абсолютно пустое место. Не в плохом смысле, что вы никто, а в том смысле, что он вас ни с кем не ассоциирует. Вы можете влюбиться только в того человека, которого вы уже знали в жизни. Вы знаете об этом? Вот есть такая психологическая идея. Тот человек, который будет вызывать у вас хоть какие-то детские ощущения, которые вы понять даже не можете. Что-то нравится. Понимаете? Что-то нравится. И именно поэтому вопрос не вашей самооценки. Мы все, конечно, огорчаются, если их отвергают. Но я думаю, это вам поможет, если вы поймете, что отвергают вас не потому, что с вами что-то не так, а потому, что вы не похожи на чью-то маму или папу. И может быть, это хорошо, что вы не похожи на чью-то маму или папу. Не дай бог, вы сейчас буквально начнете понимать. Нет, речь идет не о том, что вы должны внешне похожи быть, или по характеру быть похожи, или по телу сложению, или по тембру голоса. Нет. Это очень сложная ассоциация. Либидо включает в себя очень много ассоциаций, очень сложного ряда. И не надо в нем копаться. Потому что надо от жизни получать удовольствие, не пытаться ее анализировать. Насколько важна физиология для любви? Ну, важна, конечно, потому что у взрослых людей как-то жизнь без секса не проходит. Есть одно ответвление, так называемое асексуала. Насколько я знаю, Гоголь был таким. Люди, которые не отвергают секс просто. То есть у них, во-первых, есть какие-то нарушения психического характера. Потому что, как мы знаем, сексуальная потребность является базовой. Ни за чего не было продолжения рода. Но в силу каких-то обстоятельств, заболеваний, не знаю, какие-нибудь травмы детские, родовые, психотравмы, не знаю, могут дать такой результат. Но там любви такой нет нормальной. Там другие отношения с людьми. В физиологии, конечно, играет роль. Более того, сложно себе представить, что человек может другого оценить, например, по человеческим качествам. Ну, так, постфактум-то может. А сначала-то вряд ли, конечно. Он его рассматривать же начнет. И с физической близости может вырасти любовь? Хороший вопрос. Не думаю, что это имеет прямое отношение. Даже известный случай, когда как раз в сексе было все плохо, а отношения были. Я, как психолог, который с такими людьми работал, скажу, что это одна из самых трагичных историй. Когда приходит муж и говорит, вы знаете, я люблю свою жену прям больше жизни. Но это вообще самый близкий для меня человек. Вообще, у меня нету... Я даже к детям так не отношусь. Даже к матери родной никогда так не было близок, как с женой. Но я и не хочу. Что делать? Тяжелая проблема. Это женщине надо работать или мужчине? Работать не надо никому. Это проблема для разрешиться. В том случае, если что-то произошло, из-за чего в лечении пропало. Или, здравствуйте, родственники. Тут уже другая совсем история. Она тяжелая. Не хочу даже начинать о ней говорить. Но когда люди молодые, то есть у них гормоны еще существуют и функционируют. У всех есть либидо, но они стали уже родственниками. И у них нет взаимного влечения. То часто это проблемы серьезные и разрешаются насчет того, что они тупо расходятся. Но бывает, когда у них изначально были проблемы в сексе еще до брака, они так были сформированы, что это было неважно для них. Как говорится, знаете, в России главное, чтобы человек был хороший. И потом это просто вылезло. То есть они думали, что они с этим смогут жить, а оказалось, что они с этим не могут жить. То есть их потребность не находила удовлетворения в их же собственных сексуальных отношениях. Я не могу сказать, у меня нет рецептов. Я разбираюсь с каждым случаем отдельно, поэтому мне здесь нечего сказать. И хочу сказать честно, что бывают случаи, когда с этим ничего не сделаешь. Потому что вот так. Они были изначально друзьями, они думали, что на этом можно построить семью. Оказалось, что друзья и любовники это вообще разные вещи. Они этого не понимали, и теперь они с этим столкнулись. Скажите, есть какой-то рецепт, чтобы в период влюбленности, когда у тебя совершенно отключен разум, понять, это твой человек, и это выльется в любовь или нет. Вы знаете, нельзя, потому что Всемирная Организация Здравоохранения признала влюбленность временным психическим расстройством. А как вы можете объяснить логически, да, что этот человек вам нравится, и вы этого объяснить-то не можете? То есть в обыденной жизни, когда вот вас спрашивают, во жизни говорят друзья, да, вы говорите, я дружу с Наташей, потому что Наташа очень хороший человек, я ее знаю с шестого класса, она меня никогда не подведет, она не сплетничает, она очень добрая, я знаю ее родителей, мы дружим. И Наташа, она просто моя самая близкая подруга. А потом вам говорят, Толя, ну а Серега-то чем взял? Говорит, да понятия не имею. Прям хочу, не могу. Говорит, на чем? Говорит, чего род полный. Но жить без нее не могу. Знаете, как в школе все хорошие девочки любят плохих мальчиков? Они же не потому их любят, что они плохие, правда? Они не могут этого объяснить. Это абсолютно бессознательная история, поэтому называется влюбленность. Кстати, не обязательно перенослаивать любовь. Это измененное такое, знаете, сознание. Более того, человек, он демонстрирует такие психопатические вещи. Он, например, лишается сна, у него могут подниматься температуры, у него скачет давление, у него, кстати, гормональные нарушения могут быть. Он, например, много жрет или вообще ничего не ест. А он вдруг начинает на ровном месте, он не может сосредоточиться и начинает думать там. При том, что еще интересно, влюбленность, она чем еще принципиально от любви отличается? Вы человека-то не любите, когда вы влюблены. Вы любите свои чувства к нему. Это такой придуманный вашей фантазией образ, который, как правило, не имеет ничего общего с реальностью. И все, от чего вы получаете удовольствие, от того, что вы придумываете, ну, как будто куклу Барби наряжаете. Вы для себя придумываете человека, вы придумываете свою жизнь с ним и так дальше. Вот когда пролюбленность проходит, это обычно бывает около трех месяцев длиться, этот период, да? Потому что на таком остром психическом состоянии человек не может долго продвигаться. Не протянет. Не протянет. Дальше идет, там, так сказать, гормоны берут свое, все вставят на место. И вот тут выясняется, когда, как вы говорите, это самое, за довес из глаз падает. Типа, а кто эти люди, что они здесь делают, да? Или нет? Вот я чувствую ровно то же, что и три месяца назад. Нет. Я стала спокойнее, но я, правда, его люблю. И это непредсказуемо. То есть, люблю-то с вами не дает никаких гарантий, как и прекрасный секс, тоже не влечет за собой счастливую семейную жизнь, понимаете? Вот. Человек такое существо сложное. Лопатой не убьешь. Все с ним непросто. Много людей живут без любви? Очень много. В России. Очень много. Почему рассказать? Да. Потому что они в детстве тоже жили без любви. Они считали, что их дома не любят. И для них это нормальное, привычное состояние. Они из этой трагедии не делают. И, в общем-то, вполне себе счастливо живут? Нет. Слушайте, давайте возьмем такой абсолютно нормальный пример. Во всем мире телесное наказание является не способом воспитания ребенка, а уголовным наказуемым действием. А это проходит под рубрикой «Физическое насилие над несовершеннолетним». То же самое, кстати, все и сексуальное примерно. Но почему-то изнасилует ребенка от преступления, а избить его это типа «Ну и мой ребенок, я его так воспитываю». Весь мир уже другой. Если вы идете по какой-либо улице Европы и видите, как чей-то ребенок побежал в лужу, а мать догнала и начала шлепать, просто люди полицию вызовут. И, скорее всего, мать изолирует от ребенка. Ребенка дадут в приемной семье, а мать пойдет под суд. В России вот кто-то нас будет смотреть, думает, он что, больной что ли? Ну, у нас все бьют детей. Меня, кстати, тоже били. Подождите, это разве не нормально? Ну, шлепнуть в порыве, да? Это считается физическим насилием. Если вы шлепнете в порыве, вы же не один раз шлепнете. За детство, которое он будет расти, вы будете шлепать тысячи раз. Потому что он ребенок, потому что он всегда не слушается. Потому что он 10 раз роняет кашу на пол, а вас достало уже ее убирать. Потому что он писается под себя, и вас достало стирать. И так дальше. Это бесконечная история. А еще в три года у него вообще едет крыша, он начинает на все говорить нет, вы с ним не можете справиться. Это мне нравится анекдот, когда ребенок из сада приходит домой, и папа спрашивает, слушай, а вас в саду уже топят? Он говорит, нет, еще угол ставят. Так вот, что я хочу вам сказать. Когда ребенок живет в семье, где его бьют, где на него орут, что он тупой, что он бестолый, что он дебил, что он ничего не понимает, чтобы ему дать 10 раз объяснять одно и то же, он считает, что это есть отношение. Это кто ему говорит? Это ему говорит человек, который единственный, и он любит. Его мама с папой. Если там еще папа есть. 54% детей не имеет папа в России. Ну и в Европе 50% тоже. Ну, не важно. Короче говоря, он подвергается вот такому физическому насилию. Вот такие у него отношения. И, конечно, когда вы спрашиваете, а люди живут без любви, их нифига делать. Он вырастает, и для него это нормально. Самый такой яркий у меня был случай в практике, когда пришла женщина, у нее был перелом основания черепа от третьего мужа. А первый ее руку сломал прямо на свадьбе. Родственники сказали, ладно, ментов давай не вызывать не будем, все-таки свадьба не порть праздник. Ну, отвезли в трампунг, гипс наложили и дальше жили. Почему? Она жила с отцом-алкоголиком, для нее все это было нормально. А прелом основания черепа, чтобы вы понимали оба, это тяжкие телесные повреждения. Это уже тюремный срок. Это не условно, это реальные вещи. Это не сломанная рука. Сломанная рука так, 15 суток. А это уже нормальная тюрьма. Так вот, она говорит мне с этого, не понимая вообще, что с ней происходит. Она говорит, Михаил, ну он же когда трезвый, он вообще такой золотой мужик. Он все с детьми играет. В магазин пошлешь, принесет все. И с дачи даже принесет. Но когда он пьяный, конечно, это животное, я понимаю. Вот что она говорит, знаете почему? А папа себя так живел. И это не кажется, вам это сейчас кажется диким. А она с этим выросла. Вот как-то так люди, да они даже мудряются найти любовь в этом дерьме. Сказать, когда трезвый хороший. Брак может убить любовь? Брак и быт, скажем так. Не брак и не быт сами по себе никого не убивают. Убивает вот что. Деградация. Когда или один человек растет, другой не растет. Или когда за счет внутренней деградации, когда тебе уже ничего не надо. Так живут очень часто люди, которые не живут, а решают проблемы. Они уже устают со временем, да. Они как бы пахали-пахали. У них молодая семья, денег нет. Они рожают детей. Дальше они работают на то, чтобы у них дом какой-то был. Чтобы хоть какой-то был достаток. И пока они этим заняты, как бы вся жизнь нормально проходит. И вдруг все это происходит. Ну, не надо больше пупок надрывать, да. Дом есть, машина есть. Дети в школе. Все, все нормально. И вдруг они говорят, а им скучно, им нечем жить. Потому что они не могут просто так жить. И тогда им становится скучно друг с другом. Это одна история. Другая история, когда у них настолько разные интересы, что, ну, например, классика, это когда муж работает, а жена не работает, сидит дома. Но вот он приходит с работы. Она не очень разделяет, ну, как бы его жизнь, потому что она дома сидит. Зато он выслушивает о том, что она шла картошку на 10 рублей дешевле на том рынке. Ну, сколько это может продолжаться? Вот это не быт и не брак, а вот внутреннее отсутствие интереса, деградации. Она убивает любовь. Как можно понять чувства в отношении себя? Ладно, ты в себе там разобрался. А как можно понять, тебя любят или нет? Ну, я обычно такой вопрос отвечаю очень просто. Ну, спроси, если хочешь. Спроси, ты меня любишь? А вы меня любите? Как-то так, да. А, просто напрямую спросить? Так человек сам не разобрался. Для него любовь это... Он не поэтому не разбирается. Вот смотрите, вот я. Хотя, когда сейчас, когда я, что называется, вылечил свою голову, я понимаю, что родители меня любили. Ну, просто они такие люди, тяжелые. Любили, видимо, тяжело. Но любили. Даже если ребенка сдают в детский дом, то хотя бы мать 9 месяцев, то как-то вынашила, потом рожала, аборт же могла сделать. Даже в такой ситуации, как ни странно, она в какой-то степени его любила. Так вот. Но я был не уверен, что меня любят, потому что меня не принимали таким, какой я есть. А я, кстати, тоже хочу сказать, был не подарок. Потому что у меня такой диагноз был СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивности. То есть я на месте не сидел. Я все время куда-то сбегал. Я в школе не учился. Я очень много проблем создавал родителям. Я их тоже прекрасно понимаю. Они тоже не понимали. В те годы, когда я был мелкий, никакого энцефалографа не было. Никакого МРТ никому не делали. Да и неврологов-то у них нормальных не было. Поэтому, ну вот, родители страдали. Такой сын у них странный. В школе не учатся. Курить я начал вообще чуть ли. Ну, не в детском саду, конечно. Но в первом классе я уже покуривал. Вот. Но, короче, я вообще был отмороженный. Когда мне было 16 лет, я помню, у меня был день рождения. Я лежал, значит, на скамейке. Это все происходило в городе Москве, около гостиницы Украины на Кутовском проспекте. Я там жил рядом. Вот. Подо мной лежали пустые бутылки. И отец так наказывать не стал. Он меня, во-первых, нашел на улице. И так миролюбиво в пять утра сказал, сынок, пойдем домой. У тебя сегодня день рождения. Понятно, что они так вот, ну, и вели себя соответственно, потому что сын тоже так себя вел. Так вот, что у меня осталось? Я никогда не верил, что меня любят. Я всегда придумывал разные причины доказать, что меня не любят. Вот. А что интересно, а те девочки, которые меня любили, мне вообще были неинтересны. Потому что я никаких откликов не имел. Мне мамину любовь надо было как-то, ну, что-то для этого делать. Там, учиться хорошо, посуду помыть и так далее. Чтобы мама похвалила. Да как же это? Механизм-то работает, как часы. Чтобы мама сказала, что я хороший, я должен был постараться. Просто так мама вообще оборот не открыла. А когда девочка говорит, Миша, я тебя люблю, она тебя лишает вообще всякой возможности вообще хоть задницу от стула оторвать. И тебе это неинтересно. И это вторая проблема, которую испытывают две трети населения, я думаю, не только России, когда тебе нравятся те, которым не нравишься ты. Это классика. Понимаете, да? Мы выбираем, нас выбирают. Да. Как это часто не совпадает. Но это классический невроз. Это невротические отношения. Невротику нужно не человеку, ему нужно заставить другого полюбить себя. Он специально будет выбирать тех, которым он не нравится, чтобы реализовать эту задачу. Заставить понравиться. И от этого я, кстати, тоже вылечился. У меня есть такая шутка, что я в ожидании Нобелевской премии, потому что уже на подходе изменения человеческого либита. То есть можно, я знаю, как изменить человека. Вот ему нравятся им негодяи и подонки. Просто вот сейчас девочки нас смотрят. Да, вот им нравятся плохие парни. Они всеми страдают. Все их бросают. Помните, как в фильме «С легким паром», когда эта героиня Барбара Брыльская, значит, у нее есть реальный жених, он ей нафиг не нужен. Зато ей нужен этот самый пьющий, этот из Москвы, который вообще жениться-то не собирается. Его мать заставляла жениться. И он так просто, он вечером романтический, тут чего не скажешь, что. Но при этом, а вообще живет в другом городе, сильно не заморачивается, уехал себе домой, и тут же она прибегает с веником обратно. И еще она говорит такую фразу, у нее же женатый был, помните, 10 лет. Поэтому она не любила, ненавидела праздники. Понимаете, какое дело? То есть вот, ну, это комедия, хотя сейчас смотрится уже вообще не смешно ни разу. То есть есть этот самый великий Юрий Яковлев, Ипполит, который, вот, реальный жених, любит тебя, хочет жениться на тебе, но он тебе нафиг не нужен. Вот этот нужен, который залетный и вообще не по этому делу. В исполнении Мехкова. Означает ли это, что хорошенько покопавшись в жизни, в прошлом, в детстве, в семье другого человека, можно заставить его полюбить себя? Не дай бог, Оля. Не надо. Не надо трогать людей, которым ты не нравишься. Оставьте их в покое. Потому что из этого ничего не выйдет. Это здоровье, любовь все равно не будет никогда. Михаил Александрович, вам спасибо, а вам, дорогие зрители, любви, любите и будьте любимыми. Это было ЕТВ. Хорошего вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова